Всем привет! С вами вновь Андрей Лоб и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. И, конечно, мы сегодня с вами порисуем фигми. Вторник, а значит время разобрать очень интересную работу, но по порядку. Переходим в группу ВК, у нас есть обсуждение и здесь есть разбор работ за 3.2.2. И сегодня пост у нас от Насти. Насть, тебе микрофон, давай, а я буду читать. Привет, Андрей! Насть, тебе большой привет. Сделала сайт для автомобильного дилера. Интересно услышать твое мнение, можно ли его было в бескаркасе сделать. Я пыталась долго, но все же сдалась и перешла к карточкам. И вообще интересно было бы услышать, как бы в начале проекта четко подобрать систему, чтобы потом не переделывать все с нуля. И сегодня как раз будем это разбирать очень подробно, а потом уже по твоей рисовке. Первый пункт, можно ли было сделать в бескаркасе? Да, можно, но это более сложно. В бескаркасной системе дизайнер может и должен переходить, когда он уже точно понимает, как работают акценты отступа и может сформировать изначальные правила и принципы. Если нет, лучше в блоковый каркас в системе, либо же в карточной. Каким образом начинать строить дизайн системы? Ну, если мы точно знаем некий бизнес, некий суть его, тем более, есть либо то, что уже присутствует, мы просто адаптируем под некий сценарий другой компании, либо же мы можем посмотреть, что есть у конкурентов. Мы живем в мире референсов, да, и нам не требуется с нуля начинать что-то разрабатывать. У нас есть проект. Этот проект мы видим, что связан с автомобилями. Видим, что у нас здесь есть, например, Mercedes. Но можем ли мы забрать правила у компаний, которые также занимаются машинами? Открываем синюю вкладку, пишем, предположим, рекламу Mercedes. Также можем писать рекламу любого другой компании, которая про это автомобили. Мы знаем, что дизайн системы стоит из четырех уровней. У нас есть нижний уровень, это информационный, это шрифт, типографика, как мы информацию доносим, и три уровня визуальных свойств цвет. У нас есть некие формы, они же вектора, и контент. Вот данная дизайн-система содержит нижний уровень, это типографика. Видим, что у нас здесь антик, вот такие зауженные буквы с засечками. Свойства цвет черное и белое. У нас есть форма, это прямоугольник, здесь тоже прямоугольник, и его величество контента в абсолют, эксклюзивный контент, который компания делает. Можем ли мы дизайн-систему переписать? Да, конечно. Но у нас, в нашей компании, для которой, например, мы дилерский центр делаем дизайн, там просто другой сценарий будет. Но зачем нам менять правила дизайн-системы? Вы не хотите, например, брать один в один шрифт? Подобрите похожую. То есть вот мы же видим, что у нас есть, опять же, некая антиква, то есть шрифт с засечками и он зауженный. Приблизительно такой же можно найти и забрать один в один правила. Не хотим отсюда брать, идем в другой рефт. В этом-то и плюс всей нашей работы сейчас, что дизайн-системы можно не придумать. Их гигантское количество. Но при этом дизайн определяется не системой, которую мы написали, а как дальше мы будем работать по нижним двум уровням. Это простота, понятность и аккуратность. И чуть выше это акцент и пространство. Как у нас соотносится что-то больше, что-то меньше, что-то еще меньше. Сегодня это будем с тобой говорить. И далее у нас пространство. Что-то мы сближаем, что-то мы отдаляем. Отступ меньше, вот у нас отступ сближает два подблока, отступ больше, отдаляя два подблока от следующего. Поэтому этот блок воспринимаем как один сгруппированный, он отдаляется от следующего. Что видим мы здесь? Ну давай опять же с тобой считаем дизайн-системы. У нас нижний уровень это шрифт типографика, чуть выше свойства цвет, чуть выше формы вектора и его величество контент. Смотрим. Мы видим, что у нас в основе, у нас опять же тот же самый гротеск теперь, но здесь гротеск у нас как мы видим санс, то есть зауженная буква О, по букве О проще всего определять. А вот здесь мы видим букву О, она графично-геометричная, значит это геометричный гротеск. Для того, чтобы это отличалось от этой дизайн-системы явно, чтобы хоть как нам интересно было разрабатывать, вот можно взять блок данные. Это геометричный гротеск и очень похож на Монсеррат, либо же вот по букве К это конечно не Монсеррат, я вижу, но найти похожий шрифт. Главное, чтобы буква О была графично-геометрична. Забрали. Свойства цвет. Опять же видим черный, видим белый. Это означает, что вот у нас в этой системе, которую мы рассматриваем, этот цвет у нас доминирует. Видим, у нас еще синий цвет, но можем ли забрать аналогично? Например, не синий, с другим оттенком, да. Чуть выше уровень, какие формы видим? Прямоугольник, черный прямоугольник и прямоугольник, в котором находится у нас контент с анимацией, могло быть видео, просто статика. Забрали. И контент, опять же контент, который нам предоставляет либо наш заказчик, либо же мы можем взять в интернете, на шатерстоке, все, что требуется, хотя бы для того, чтобы визуализировать то, что будем разрабатывать. Ведь у любого бренда, либо конкурента, но всегда присутствуют фотографии, большие компании, все это выклад, они есть в интернете. Вот, можем забрать изображение, забрать изображение. А потом уже, конечно, если авторское право нам запрещает, подобрать что-то похожее. Ну, как минимум, выкупить на шатерстоке что-то приблизительно совпадающее, потому что не все компании имеют бюджеты, чтобы создавать свой контент. Даже статичные фотографии, ну и тем более динамичный продакшн, видео, какая-то анимация. Теперь уже переходим непосредственно к твоей работе. Для того, чтобы дизайнер понял, в какую сторону идти, нужно показать сравнение, что сделал он в акцентах, в отступах и что можно было сделать. Мы с тобой сегодня не будем рассматривать сценарий, потому что, раз у нас здесь есть язык, возможно записаться, скорее всего должен быть личный кабинет, возможность прямо здесь на сайте все это сделать. Мы посмотрим с тобой, как ты сформировал дизайн-систему и как у тебя акценты, отступы работают. И основной момент дизайнеров, они считают, что объемом можно компенсировать результат. То есть мы видим твои фреймы, у тебя два фрейма есть, идут скроллы. Вот один экран, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Но никто не будет скроллить в современных реалиях дизайна, когда гигантское количество информации, любой человек может пару недель посмотреть что-то на ютюбе и уже что-то скопировать. Тебя будут сравнивать по результату. Вот если в первом экране нет результата, ну дальше не пойдут смотреть, не будут все это скроллить, не все это просматриваться. Дальше по поводу основного момента, которые я уже рассказываю, наверное, года три-четыре и в обучениях и на канале, это увеличенный размер текста. Но тоже нужно правильно понять. Увеличенный размер текста не подразумевает гигантский текст. Это тоже большая ошибка. Маленький текст – это плохо, потому что размер появляется в спрятии. Но гигантский текст – это плохо. Мы тогда не можем получить хорошее соотношение размеров между контентом, который самый главный, и информацией. И первое, с чего ты начинаешь, это ты берешь шрифт и его основное правило. Здесь всегда руководствуется простым ограничением. Бери всегда начертания регуляра. Просто всегда. Если дизайнер не может взять шрифт начертания регуляра, взять стандартный прямоугольник и сделать этого дизайн, он не понимает, значит, акцент отступов. Либо же, если он понимает, то не чувствует в своих работах. Вот чужой работник это видит, такой, ага, здесь ошибки свои, вот у него просто дизайнерская слепота. Вот он, а где у меня ошибки? Все хорошо, потому что он сам сделал, вот он предвзят, потому что это же я вложил труда, любя, время. Нет, мы должны четко все это делать. По поводу теперь стилистик. Вот эти все скругления, всевозможные подложки, это смещенный акцент, действительно, контента. Вот возьми себе минимальный набор в дизайн-системе. Регуляр, основной размер текста 24 пикселя. Дальше чуть выше всего два цвета, черный-белый, ты сейчас увидишь двух цветок, можно сделать. Третий уровень формы вектора, прямоугольник, без скруглений, без скосов. То есть ты проверяешь, способен ли ты сделать сильную устойчивую композицию в каждом экране. Ну и контент тебе выдается, тебе даже не нужно оправки делать. Дизайнер все это пытается искусственно усложнить, чтобы вязал на кухне. Просто прямоугольник с свойством контента, изображения. Если дизайнер в этой самой очевидной системе не может сделать хороший акцент отступов, ему нужно не дизайн, как раз прокачивать свой, а разбираться, как делать композицию. Переходим в сравнение. Вот мы посмотрели на твой первый экран. Для того, чтобы тебе объяснить, что здесь не так, нужно показать альтернативу. Сначала мы переходим в классику жанра. Надо же не понять, что здесь на первом месте. Ты говоришь, это баннерный блок. Значит, мы его и ставим на первом месте. Акценты работают. То, что больше, контрастнее, сюжетнее, на первом месте. Акцент 1. Так давай выставим с тобой акцент 1, от него выстроим композицию. Это изображение. И вот мы ставим большое изображение. К нему ты хочешь поставить заголовок с элементами интерфейса. Да, черный цвет создает давление, но он может быть связан с контентом, если мы формируем за антисистему черно-белую. Здесь мы берем основной текст. Вот у тебя shift геологика. Он не так давно появился в биотеке Google Pots, где-то полгода. 24 пикселя регуляр. То есть, опять же, он от регуляра понижен в твин. Мы ищем просто начертания по восприятию как регуляр. Вот от этого надо все выстраивать. Не нужно дополнительной стилистики. Ты пытаешься в каждом блоке накрутить лишнюю стилистику. Здесь плюс жирнота, поджали буквы, здесь подложка, здесь скругление, здесь обтравка, здесь выноска. Ты все время пытаешься сделать стилистику, зашорить свои акценты и отступы. А вот тебе дизайн, где вообще нет никаких ухищрений, где даже не пытаются создать что-то невероятное, интересное по визуалу. Я просто делаю очень точное проектирование, а это есть акценты и отступы. Вот у меня шрифт регуляр, вот у меня два цвета черно-белого, вот у меня везде прямоугольники и просто контент, который встраивается в этот прямоугольник. Ведь когда мы в программе его создаем, он заявляется серым цветом. Вот если ты в этих ограничениях что-то делаешь не так, значит у тебя бреша в акцентах и отступах. Это задача разборов направить тебя в сторону, чтобы ты понимала, где у тебя слабости, а не просто сильные стороны. Например, картинки мы хорошо подбираем, мы их ставим. И вот мы с тобой поставили композицию. Но опять же я напоминаю, что здесь скорее всего должен быть у нас личный кабинет. Если у нас выбор языка, то перспективнее сгруппировать с логотипом, потому что этот блок влияет на всю остальную информацию. Меняем язык, все это перестраивается. Я, конечно, не знаю, сколько здесь у нас языков, но если два языка сокращаем и одно дело мы активны, другое не активны. Элементы интерфейса, они тоже по плотности являются смещенными акцентами. Зачем нам такие большие блоки? Опять же, ты сделала большие, потому что основной размер текста сделала слишком гигантский. У тебя правило основного текста и не основного текста. Взяла под заголовки. Это тоже ошибка. Начни с классики. У нас минимальный диапазон 18, максимальный 22 в современном веб-дизайне. Возьми 24, но хочется тебе чуть больше поработать. Вот 24 пишут. Посмотрите, как прекрасно смотрится. 24 взяла, здесь отступ меньше, здесь чуть-чуть больше. Все. У тебя соотносятся размеры к отступам. Сгруппировали — отдалили. Здесь телефон, здесь структура, здесь логотип сгруппированный с выборами языка. Максимально просто, максимально понятно, хороший акцент отступа, а значит этот блок шапка максимально быстро по скорости проходится. Скоростное проектирование, скоростный интерфейс — это единственный интерфейс, который будет позволять человеку быстро завершать сценарий. Все, что отходит от скорости, более долгие — это прогрешные интерфейсы в сравнении с выигрышными. В современном интернет-дизайне, где люди рисуют, рассуждают, они ощущают и понимают на уровне слов эмоциональных, литературных — хорошо, плохо. Но вот как в точности объяснить время? Все в основе «время», а чтобы время было минимальным — акцент отступа. Теперь классика жанра. Вот ты хочешь раскрыть и визуализировать структуру, записаться на ток, получить консультацию. И это основа дизайна, которая была последние 20 лет. То есть у нас вроде как идет визуализация, как раз картинки для этого компания делают, и мы можем взять тот же самый размер текста через отступ. Отступ меньше сгруппировали, больше отдалили. По тяготению этот блок тяготеет к верху, потому что отступ меньше, здесь больше. Причем, если ты идешь в карточную систему, тебе сейчас не нужно ходить без каркаса, ее можно было сделать в без каркасной системе. Но зачем? Ты проверяешь себя точно в каждом прямоугольнике, и как ты можешь выставить акценты и отступы. Но мы задаем себе вопрос, а этот блок-то вообще должен смещать акценты с основного блока? Также здесь можно визуализировать карусельку, например. То есть мы не знаем, какое количество слайдов, но их можно внизу в прямоугольнике сделать, в этой части. Вот этот отступ является статистическим приемом, чтобы уж совсем скучно делать. Либо мы заголовок делаем здесь черный, либо их объединяем. То есть в каких-то моментах ты можешь прямоугольник использовать с отступом, статистическим приемом. Но как я руководствуюсь отступом вот здесь? Я беру единый отступ, например, 40 пикселей. 40, 40, 40, 40. Все, тебе не надо каждый раз думать, в карточной системы, какой же мне поставить отступ? Вот зелагин вот 40, вот сделай везде, чтобы был 40. Здесь 40, здесь, здесь, здесь визуально, они должны совпадать. Здесь 40 у меня то же самое, здесь у меня тоже 40. Мы задаем вопрос, этот блок, он информационный либо визуальный? Потому что если мы оставляем визуал, тут явно акцент 1 на картинке стоит, но мы информацию на втором месте ставим, и они начинают смещать акцент основного блока. Переходим теперь в современное мышление, как раз которое ты и покажешь во втором блоке, вот здесь. Вот у тебя есть перечисление номер 1, 5700, 4800, 100% и кнопка бесплатный тест-драйв. А почему мы его здесь не визуализируем? Потому что дизайнер считает, что этот блок является описанием структуры сайта, и его не нужно визуализировать, так как это будет смещать акцент, а акцент 1, а это контент. И мы переходим как раз к альтернативному мышлению. У нас варианта 2. Первый вообще понизить плотность как раз визуализации и выдать по акцентам хотя бы на очередность на первое место информационный блок. То есть вот записаться на то, кто запчастей, карточка, отступ 40, мы не обязаны ее поджимать. Вот у нас три карточки, мы хотим визуализировать три блока. И просто ставим в том же размере. Мы не разбалансируем дизайн. Если есть правило, правило переносит аналогичный блок. А эксклюзив его спрятать удается за счет как раз карточной системы. Вот у тебя карточка, достаточно. Что будет, если я сейчас здесь уберу вот эти блоки? Давай мы теперь с тобой переходим в эту часть. Я просто возьму и уберу их. Вот. В этом случае акцент смещается на акцент 1 контент. Больше контрат, что это на первом месте. А это не более чем визуализация структуры. Визуализация за счет твоего принципа. Это карточная система. И это современный подход. Дизайнер убирает конфликты в акцентах. Вот явно один блок, все остальное не более чем структура. Теперь у меня шапка структуры и эта структура. Здесь вообще визуал не требуется. И именно этим ты руководишься в втором экране. Он будет проектироваться по тем же самым блокам. Если я теперь сейчас перехожу и здесь, пытаюсь визуализировать, хочу визуализировать либо информационный блок поставить к причислению, я задаю себе вопрос как дизайнер. Этот блок информационный, значит информацию донести про структуру сайта. Либо визуальный, то есть визуализируй. Не нужен здесь визуал. И ты правильно принимаешь решение. Вот я беру правила и заголовка переношу сюда. Беру правила основы текста, переношу здесь, ставлю те же самые отступы. Если у меня здесь отступ 30-30, он сюда переходит. Визуальный отступ сверху переходит между заголовком и основным текстом. Все! Мне правильно установить дизайнер система сама говорит, возьмем вот это правило и другое. Теперь у меня кнопка. У меня есть свойство цвет черный. Чтобы у меня была целостность экрана, я взял два цвета, потому что я взял ее в дизайнер-системе конкурентов. Я сюда ставлю не синий, а ставлю черный, чтобы максимально сделать стиль и проверить себя. Могу ли я в минимальной цитовой палитре всего два цвета? Мы не считаем 3% черный, понятно, понижаем. Могу ли я здесь в двух цветах все это выполнить? Да, могу. Вот я черный переношу, получается кнопка. Давайте теперь проверим, могу ли я отсюда уже с сформированным экраном взять твой следующий экран по сценарию и сгруппировать быстрое проектирование. Давай с тобой сейчас это попытаемся сделать. Вот у меня есть экран. У меня есть гарантия 5 лет. Есть описание, да, предоставляет и перечисление, и визуализация. Давай я наберу в своей дизайнер-системе правила, которые мне позволят это реализовать. Я просто беру заголовок. Вот у меня будет заголовок. Я беру текст. Вот у меня будет текст. Давай я возьму одну строчку. Есть текст. У меня будет какие-то перечисления. Вот у меня, например, здесь будет три строки. Давай я просто пока перенесу, чтобы визуально они вот так вот смотрелись. Ага, будет три строки. У меня будет некий контент. Он у меня тоже есть. Я просто забираю правила. У меня будет другой контент, будет другое наполнение заголовка. Я поставлю отступы, но мне не нужно ничего нового придумать. И свойство цвет здесь не нужно выделять 5 лет. Я беру подложку, потому что у меня карточная система. Как мне теперь в моих уже правилах и ограничениях просто сформировать этот блок? Давай. Ставим изображение. Отступ 40. Вот прям сразу поджал. Здесь я не делаю его на весь экран. Безусловно, мне уже не требуется гигантский. Вот я поставил изображение. Мне нужна просто здесь карточка. Я выставляю в эту границу. Здесь поставляю также карточку. Максимально быстро. Вот у меня здесь 40. Давай посмотрим. Вот у меня экран. Ну, даже видишь, я, может быть, слишком большой сделал. Может быть, еще чуть позже. Я пока не смотрю на цифры. Я делаю быстрое проектирование, проверяя, насколько мое дизайн системы, правила и принципы позволяют мне сделать хороший дизайн. Здесь у меня будет где-то заголовок как-то написан. Здесь у меня будет какой-то блок с подзаголовком. И вот здесь у меня будет перечисление. Отступы группируют. А это просто у меня здесь остается, ну, не более чем как блок с отступом, являясь статистическим приемом. Чтобы не поджимать, у меня был единый блок на все карточки. Все я это сделал. Что я отсюда могу теперь? Ну, вариации, конечно, могу сделать. Я могу здесь уменьшить, здесь увеличить. Вот у меня изображение увеличено. Значит, акцент будет на визуализацию данного блока. Если я считаю, что этот блок вообще не важен по визуализации, значит, мне нужно его делать информационным. Вообще оставить только одну информацию. Но в твоей системе, которую ты предлагаешь, у нас здесь гарантия. И, скорее всего, можем найти тоже вот здесь изображение, связанное. Ну, давайте какую-нибудь картинку возьмем. Вот, предположим, у нас есть изображение. Мы просто с вами здесь заходим и вставляем. То есть, предположим, компания может визуализировать эксклюзивным контентом. Ну, конечно, мы тогда ее берем. Можно подставить вот таким образом блок, то есть ограничить. И вот мы ищем решение, которое нам подойдет. Может быть, чтобы оно прям, ну, тут лучше, конечно, будет смотреться. То, что этот блок у нас будет идеально совпадать в уровне с данным блоком. Все. Моя дизайн-система проверку прошла. То есть, я ее просто делаю правильно, переношу правила, сгруппировал блок. Смотрим следующий блок. У тебя тест-драйв. Он уже содержит больше сценарий. Но у нас также есть изображение. Мы просто ставим в карточной системе. Вот, занимаем 40. Вот будет какое-то изображение. Вот у меня будет некая подложка, да. Ты видишь, я чередую изображение слева-справа, чтобы просто сетка была более интересной, появляться из клипа восприятия. Это тоже не обязательное условие, но для того, чтобы просто визуально смотрелось интересно, я их чередую. Здесь поставим. У меня будет заголовок. Я опять же беру из своей дизайн-системы правила. У меня будет описание. Беру правила. Вот, без наполнения. Я просто представляю, насколько дизайн-система точно будет работать. И вот здесь мне нужно блок сорвать. У меня будет карточка. Но здесь уже у меня есть блок с серым цветом. Значит, какое мне здесь очевидно поставить правило? Да, будет тот же самый блок, но белый. Вот у меня белая карточка, которая отделяется у меня от фона. Какой у меня здесь будет текстовый блок внутри? Вот он, правило. Вот, я его сюда переношу. Мне не нужно другое. А вот какой у меня теперь будет блок, который будет пояснять? Тут два решения. Первое. Я могу либо это решение вынести сюда и получить их клипа восприятия. То есть, здесь у меня свойства на белом, здесь на сером. Либо же, да, я могу ввести теперь второе правило типографическое. То есть, от увеличенного размера сделать пониженный. 18, который будет пояснять. В чем отсюда у меня также идут развилки. То есть, я могу как так сделать, я могу внести в этот блок. То есть, у меня здесь основной будет поясняющий блок. Давайте внутри сделаем. Либо же, наоборот, он будет сверху, здесь будет снизу. Еще размер. Потому что я цвет не хочу иметь, он черный. Я ищу именно размером соотношения. Все. То есть, вот у меня карточка. И у меня будет политика, конфиденциальности. Тот же самый будет у меня текст. И мне нужно сделать кнопку. Вот кнопка у меня уже есть. Это будет на черном цвете. Тот же самый текст. Но я могу поставить начертание light. Но опять же, регуляр в геологике это twin. А плюс жирнота это будет light. Вот я ставлю light. Вот я могу сразу протестировать. Это у меня будет кнопка. Она будет черной. А этот блок я ставлю выше. У меня будет белый. Теперь отсюда. Ну давай, чтобы это все смотрелось просто как-то. Меняем. Мы заберем правила. Вот этот я блок беру. Давай мы его с тобой оставим. Здесь у меня будут какие-то блоки с перечислениями. Здесь у меня будет кнопка. И здесь у меня будет политика. Вот быстро расположили. Проверяем. Насколько цел. Ну и конечно давай наполнение с тобой сделаем. Контент у нас же вот синяя вкладка есть. Давай любое изображение какое-нибудь красивое найдем. Ну вот у нас красивое изображение. Давай скопируем. Здесь мы с тобой вставим. И проверяем. Вот таким образом можем себя тестировать. Первый экран. Мы установили правила и принципы. Карточная система. Основной текст. Геометричный, гротеск. Строим от 24 пикселей. Только черно-белый. Только прямоугольник. И оставляем, высвобождаем акцент 1. Все остальное без смещенных акцентов. Только информационные блоки за счет твоего принципа карточная система. Здесь перенесли правила. Все они работают отлично. Основной текст у нас заголовок. Здесь у нас кнопка. Черный цвет используем. Здесь визуализируем какое-то описание безопасности. Здесь у нас изображение. Теперь слева справа. Серый цвет. Вот у нас блоки. Вот поставим. Кнопка и данный блок. Но если что, в этот блок, раз мы уже ввели пониженный размер текста. Вот именно в нем пониженный размер текста. У нас будет юридическая информация. Потому что она менее значимая, чем снаблок. Все. Вот теперь, проверив это. Это делается за первые полчаса. Я могу теперь дальше делать все сценарии. И мне теперь не нужен объем. Я точно знаю, что в каждом экране будет делать точно. Твои экраны разрозненные. Твои экраны не целостные. Потому что у тебя не сформирована дизайн-система. Она не протестирована в рамках блока. Вспоминайте всегда основное правило в дизайне, в портфолио, которое сейчас делается. Дальше первого экрана вас не будут смотреть, если в первом экране вы не показали, что вы хороший дизайнер по акцентам, по отступам. И понимаете, как это все работает. Если первый экран ваш выглядит, давайте сравним. Просто он разваливается по акцентам, по отступам. А это нормально. Когда дизайнер учится, он пробует. У него это разваливается. Ему не хватает опыта. Он скорее копирует, подорожает, чем сам решение принимает. Но вы должны знать, что дальше первые экраны просто не пойдут. Вас сразу закроют. Человек, который у вас смотрит, у него по соседству до вас 20 дизайнеров и после вас 20 дизайнеров. Он выбирает лучшего, он выбирает сильнейшего. В первые экраны показали, как вы это мыслите, понимаете. Идете дальше, идете дальше. Вот тогда смотрят целостность вашего проекта, по-другому целостность вашего мышления. Поэтому, Настя, тебе нужно действительно взять дизайн-систему. Ограничиться только тем, что я сказал. Один шрифт на весь проект. Регуляр и от него поставить заголовок. Кашельная система, да, всего два цвета. Черный и белый. Только прямоугольник без скругления, без всего и контент с интернета. Просто прямоугольник. Если ты сможешь выставить дальше абсолютно весь экран в единый фрейм этих ограничений. Все. Ты выросла в акцентах отступов. Не можешь. Ты все время пытаешься скругление дать, что-то цвет. Значит, где-то у тебя бреешь в акцентах отступов не отступай. Иначе так просто не научишься. И все время будешь делать одно и то же с надеждой, что в каждой новой рисовке будет отличаться от предыдущей. Так не получится. А вот так у тебя может получиться. Правила есть. Я их тебе показал. Сказал, как ты быстро можешь все блоки спроектировать. И дальше все это выверено. До конца сделай. Получай целостность. Поэтому спасибо большое за заказ и сбор работ. Все рассказал. Во всем помог. И с чего начать. И как можно сделать. Теперь давай дело только за тобой. Возьми все это. Дожми и сделай проект более сильный по восприятию. А в конце хочется сказать по традиции, что если вы любитель, вам нравится смотреть ролики по дизайну моих других дизайнеров в русскоязычном сегменте, англоязычном, продолжайте. Потому что дизайн это интересно. Где-то творчество. Где-то четкий выверенный анализ и принятие решений. И вот как только у вас концентрация любительства увеличивается. Все. Вы теперь хотите войти в индустрию и начать конкурировать с дизайнерами на высшем уровне. 8 баллов плюс дизайнеры. То добро пожаловать на обучение. Можно представиться. Меня зовут Андрей Лов. Я рабочий дизайнер, арт-директор. У меня 11 лет как закончилось в прошлый месяц. Идет 12-й. Кому интересно, на Boosty можно подписаться. Кстати, на Boosty мы перерисовывали материал по Мерседесу. Там есть мои коммерческие проекты. Я рассказываю, каким образом я их веду. В том числе, можно сразу ознакомиться, как я преподаю в рамках материалов уже учебных. Более сложные. Приходите. Есть целая цепочка по цифровым интерфейсам как раз UX, дизайну, веб-дизайну. Это слова-синонимы. Есть по графическому дизайну. Хотя сейчас графика – это реальные носители. И цифровые баннеры для маркетплейсов, для социальных сетей. То сейчас все смешивается. Поэтому графический дизайн, цифровой интерфейс – они взаимодействуют. И дизайнеры то и то должны знать. Всему научу. Расскажу на своих проектах. Рассказываю, показываю. Смотрим, что происходит на рынке. Держим руку на пульсе. И задача – конкурировать. То есть выделяться, быть выше и точнее только восьмибальники. Задерживаться на рынке дизайна. А остальные будут уходить. Потому что просто не будут востребованы. И не смогут как раз сравнения. То есть они-то думают, что дело в индустрии. Нет. Дело в дизайне. Дело в том, что делает дизайнер. И как человек, который принимает решение работать, не работать, сравнивает. Нет дизайнера, который в вакууме только один. У нас дизайнеров просто 50 тысяч. Но в России, если не ошибаюсь, UX и графических дизайнеров что-то около 30 тысяч. Конечно, сравнивают. Выбирают лучшего на бюджет, который есть у компании. Все остальные, значит, пока еще в глазах того, кто смотрит, не дотягивает. В общем, приходите, обучайтесь. Я вам расскажу, научу. Будете прогрессировать. И обязательно получится. Только тот, кто ищет, тот, кто пробует, он находит. Все остальные отступают. И на их место приходит другой человек. Так было в мире людей, так будет и так останется. Спасибо большое, что посмотрели данный материал. В конце по традиции желаю вам любви, процветания. И с каждым у него быть немножечко добрее. А на сегодня это все. С вами Ландрилов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok